Технологические стартапы и предприниматели, подобно кометам и метеорам, прорезают пространство и время, проходя сквозь туманы протозвездного вещества, находясь рядом со сверхновыми и пролетая сквозь туманы темной материи. Они изменяют мир вокруг себя, пытаясь выйти на все более новую и новую орбиту. Стартап Village 2021 приурочен к полету Юрия Алексеевича Гагарина в космос. Этот полет позволил не только расширить границы человечества, но и прямо здесь на Земле подобно позволил расширить границы науки, культуры и обогатить все наше человечество. И теперь я рад представить вам следующую сессию, которая называется «Ethics in the Limit». На что способен искусственный интеллект в медицине? В настоящее время практически во всех сферах медицины используется и искусственный интеллект для того, чтобы собирать анамнез, для того, чтобы анализировать результаты исследований, помогать врачам, собирать медицинские карты и многое другое. В то же время, во время использования искусственного интеллекта все чаще встают вопросы этического использования, вопросы этики. Участники сессии расскажут о существующих медицинских сервисах, использующих технологии искусственного интеллекта, о возможных ограничениях при его использовании, а также в том числе расскажут о этических вопросах, лежащих в этой плоскости. Продолжение следует... 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 Они подготовили соответствующий доклад по искусственному интеллекту, и даже Ватикан предложил вместе с группой IT-компаний руководящие этические принципы по использованию искусственного интеллекта и соответствующих устройств. Совсем недавно, буквально месяц назад, Европейская комиссия представила проект регламента по искусственному интеллекту, который включает принципы, применимые в сфере медицины. Это очень важный документ, это первый международный юридически обязательный документ по искусственному интеллекту, который будет непосредственно применим в странах-членах, государствах-членах ЕС. И принципы, которые следуют из вот этих руководств, такие, что искусственный интеллект должен быть сосредоточен на человеке, что человек должен стоять в центре, и он должен служить человеку и обществу. Автономия, опять же, участие человека, контроль человека, то есть окончательное решение всё равно принимает человек. И также искусственный интеллект не должен причинять вред, опять же, должна быть объяснимость решений, прозрачность, справедливость. Мы должны следить за тем, чтобы преимущества распределялись справедливо, без предрассудков. Можно подвести такой итог? Медицинские технологии, включая искусственный интеллект и его применение, должны служить людям в этом идее, в этом цель. И опять же, люди стоят в центре этих технологий, то есть не люди служат этим технологиям, а наоборот. В этом ключевая идея всех недавних регламентов и руководящих принципов. Большое спасибо. Спасибо большое, Альберта. Я надеюсь, что мы сможем начать более последовательную коллаборацию в этом направлении, в том числе, чтобы помочь нашей экосистеме, нашим резидентам достичь необходимого уровня синхронизации для дальнейшей коммерциализации наших технологий на мировых рынках с развитым регулированием. А сейчас я хочу передать слово Сергею Морозову, директору научно-практического клинического центра диагностики телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы. Сергей, у меня сразу к вам несколько вопросов. Вы проводите самый масштабный эксперимент по применению искусственного интеллекта в России и являетесь ведущим экспертом в этой области в нашей стране. Какие отличительные особенности практики применения искусственного интеллекта в России? Есть ли страновая специфика этических аспектов этой технологии? Насколько мы синхронизированы с другими странами в данном вопросе? Спасибо. Спасибо, Наталья. Я надеюсь, что меня хорошо слышно. Да, очень хорошо. Спасибо. Дорогие коллеги, всех приветствую. Каких-то отличий сейчас практически нет, потому что пока мало что можно сравнивать. Но у нас достаточно скоро выйдет совместная публикация с коллегами из Нидерландов, где мы сравниваем несколько открытых сервисов по компьютерному зрению, которые анализируют снимки компьютерной томографии, на универсальных единых датасетах сопоставляем, делаем такой систематический анализ. В этой публикации как раз будет показано, как отличаются разные сервисы на одном и том же датасете. Вот это принципиально важно. Только сегодня утром у меня была дискуссия с одним из разработчиков. И на тезис о том, что надо все международные разработки еще смотреть, как они адаптируются к России, я с этим тезисом скорее не согласился, потому что существуют международные рекомендации, то, что называется гайдлайны по диагностике совершенно различных заболеваний. И если разработчик ориентируется на такие гайдлайны, то велика вероятность, что это будет применимо практически в любой стране с некоторыми поправками. Ну а в России пока как такового применения на потоке систем поддержки принятия врачебных решений практически нет, за исключением вот этих наших московских проектов, которые нарастают. Отдельные пилоты в регионах, они не подлежат совершенно никакому сравнению, потому что они выполнены в интересах, естественно, отдельных компаний, чтобы получить какие-то дальше инвестиции, но они все отличаются по методологии и сопоставлению просто не подлежат. Теперь по поводу нашей темы сессии, времени достаточно мало, я думаю, что скоро должна появиться передача, которая будет называться AI Mythbusters. Пора уже проводить демистификацию искусственного интеллекта и перестать думать об искусственном интеллекте, как о некой magic bullet, да, или такой волшебной пилюле и плацебо. Коллеги, нет никакого искусственного интеллекта, есть алгоритмы автоматизации отдельных действий специалистов, врачей, медицинских сестер. И если говорить об этике, то мы выделяем три уровня. Первый уровень этики – это область философии, которые изучают мораль и нравственность. И тут скорее дискуссия об искусственном интеллекте – это предмет разговора футуристов, когда вообще человека заменят робот, софтвер-робот или хардвер-робот, не суть важно, что тогда произойдет, как будут изменяться. Но мне кажется, тут автомобильная индустрия дает нам очень богатую пищу для размышлений и для обсуждений. Второй уровень – это этика как область знаний в отношении медицины. И тут есть совершенно понятный предмет – медицинская этика, есть биоэтика и есть совершенно понятные требования к научным исследованиям, которые должны выполняться, чтобы дальше эти исследования просто адекватно воспринимались мировым сообществом. Не буду приводить примеры сейчас из других медицинских властей, которые всем хорошо известны. И в этом смысле исследования алгоритмов автоматического анализа медицинских данных тоже должны абсолютно соответствовать критериям, которые применяются к научным публикациям по диагностике, например, критерии START, для того, чтобы сейчас формируются еще новые критерии по AI, чтобы действительно можно было доверять этим работам. Третий уровень этики – это, собственно, регуляторика, которая уже очень много описывает, и любую управленческую проблему надо упрощать. Соответственно, когда мы говорим об искусственном интеллекте в медицине, мы говорим просто о медицинском программном обеспечении, медицинских изделиях, которые имеют свою специфику работы, вернее, подготовки, разработки и встраивания. И в этом смысле, упрощая эту задачу, я сейчас попрошу техподдержку открыть презентацию, у меня буквально есть пара слайдов, мы понимаем, что есть допуск продуктов компании-производителей вообще до медицинского рынка, и это регистрация FDA или CE-марк, или регистрационное удостоверение в России, она совершенно не отвечает на вопрос качества и эффективности программного продукта. Это касается чего угодно, масса ПЦР-тестов на ковид или масса тестов на антитела ковид, которые имеют FDA и CE, но не применяются в практике, потому что по качеству уступают каким-то другим продуктам. Это предмет уже постмаркетинговых клинических испытаний для того, чтобы определить реальную эффективность. И вот тут уже работы подобные пошли в отношении алгоритмов искусственного интеллекта, чтобы определить, как они реально влияют на медицинскую практику. Я вот хотел бы показать один слайд. У нас в прошлом году прошел анализ полутора миллионов исследований с помощью алгоритмов от 20 компаний. В этом году уже 500 тысяч исследований проанализировано. И мы вышли на формулировку основных клинических сценариев применения алгоритмов, в которых алгоритмы в программах скрининга выступают как одно из двух мнений врача. У нас есть одна из работ, также с коллегами из Нидерландов, где мы заменяем одно из мнений врача на алгоритм и показываем, что это не снижает качество программы скрининга рака легкого. И тут совершенно явно можно заменять одного из врачей и, вероятно, передавать в цепочке, обработанной алгоритмами исследования, следующему врачу. Известный пример – это аппараты мобильный рентген, которые были представлены на рынок уже два года назад, которые автоматически анализируют, выявляют пневмоторокс. Или в Москве запущенный проект «Автоматический анализ ЭКГ» с выдачей результата уже сразу врачу-кардиологу, то есть обработанного, усиленного результата. Изображение становится более говорящим, более сильным. И тут вот как раз возникает уже масса новых этических вопросов. А насколько врач готов к восприятию такой информации? А насколько врач может работать только с усиленными изображениями? А вдруг он потеряет связь с реальностью? А вдруг алгоритм, вот как показано сейчас на изображении, что-то находит, а врач этому не доверяет? И тут включаются понятия этики, такие как, например, свобода воли. Есть ли свобода воли у врача, если алгоритм говорит, что есть патология? И вот примеры от некоторых компаний, которые находят патологию вообще за пределами молочной железы или где-нибудь в брюшной полости. Это проблема некачественного производства. У нас постепенно формируются ГОСТы и ISO на системы искусственного интеллекта для медицинской практики. Я думаю, что это внесет большую степень стандартизации, все-таки регуляторика и прозрачные научные данные не о самой разработке, о самом алгоритме, а именно о клинической практике использования этих алгоритмов. Действительно сделают это более понятным для специалистов. И дальше разработка клинических рекомендаций с включением туда инструментов автоматического анализа позволит действительно сократить путь до постановки диагноза, ни в коем случае сейчас не замещая, естественно, врача и не нарушая взаимодействие врача и пациента. Времени мало, поэтому я должен на этом остановиться. Спасибо, Наталья. Спасибо большое, Сергей. Как всегда, очень яркое и интересное выступление. В нашей сессии принимает участие еще один Сергей. Сергей Сорокин, фаундер и генеральный директор компании «Энтелогик», которая является резидентом фонда «Сколково» и развивает проект создания платформы «Боткин.И.А.» для анализа и диагностики заболеваний с использованием технологии искусственного интеллекта. Сергей, какие этические вопросы как в технологическом, так и в коммерческом плане стояли на пути становления ваших компаний? Могли бы вы поделиться вашим опытом? Спасибо. Да, Наталья, спасибо большое. Да, действительно, со стороны разработчика я могу, наверное, привести несколько кейсов, несколько примеров, когда для нас были и есть некие этические вопросы, которые нам приходится принимать во внимание. Прежде всего, наверное, можно сказать о целесообразности использования технологии искусственного интеллекта в модели B2C, то есть в модели не выдачи результата для врача, а непосредственно выдачи результата для пациента. Мы несколько раз внутри компании обсуждали возможность прямого выхода на B2C, и каждый раз приходили к мнению, что на данном этапе развития технологии это не совсем, наверное, корректно, не совсем этично. И связано это прежде всего с тем, что, ну вот, как разработчик, мне, конечно же, неправильно так это говорит, но это так на самом деле, что сейчас пока технологии искусственного интеллекта, они не настолько развиты, не настолько дают точный результат, чтобы иметь право, наверное, так сказать, транслировать какой-то результат сразу же напрямую пациенту. Связано это, прежде всего, наверное, с большим количеством ложноположительных срабатываний этих технологий, да, и если пациент получает информацию о том, что, например, у него есть там, условно говоря, какое-то онкологическое заболевание, не пройдя предварительно вот какую-то верификацию от врача, а получает напрямую, это, ну, на наш взгляд, совсем неэтично. К сожалению, есть на рынке примеры вот сервисов, которые B2C, вот, и они показывают, ну, мягко говоря, не совсем хорошие результаты, да, вот на наш взгляд, это не совсем корректно. Я не знаю, будет ли это в дальнейшем корректно при повышении качества, при повышении чувствительности, особенно специфичности, но вот на данном этапе, на наш взгляд, это не совсем корректно, и мы сейчас не работаем вот напрямую по модели B2C. Что еще можно, ну, вот по нашему опыту, наверное, да, это сейчас мы очень активно занимаемся проектами, ну, так называемого ретроспективного скрининга или пересмотра того большого количества КТ-исследования, которое было сделано в период пандемии COVID-19, с тем, чтобы на этих же данных пытаться найти какие-то признаки каких-то других заболеваний, а не только COVID, да. И здесь, ну, такие проекты сейчас делаем и в России, и уже в нескольких зарубежных странах, дальнего зарубежья. С точки зрения медицины, науки, очень интересные данные, мы готовим несколько публикаций, но здесь тоже есть, наверное, некоторые такие, ну, не знаю, насколько можно назвать это, этичные вопросы. Прежде всего, конечно же, речь идет о пересмотре уже проанализированных и описанных исследований врачами, и здесь, ну, очень сложно бывает коммуницировать с врачами с тем, чтобы, ну, правильно позиционировать, что это не попытка показать врачам, что они где-то были неправы, да. Это некий объективный процесс, что в результате там большого, очень большой загрузки врачей в период пандемии вполне объективно могли быть пропуски других заболеваний, да. Это там, ну, некий первый момент. Второй момент – это когда мы реально находим вот признаки, например, злокачественного образования у легких, да, и дальше включаются некие процессы повторного взаимодействия с пациентами, которых нужно провести там повторную диагностику и так далее. И здесь тоже очень важно выстраивать правильные коммуникации с пациентами, в том числе включая там какие-то вот этические вопросы. И здесь, ну, вот нет каких-то однозначных пока решений, все достаточно сложно. Ну, вот надеюсь, что с помощью там в том числе и коллег, которые занимаются очень плотно вопросами этики, наверное, вот в дальнейшем будут какие-то эти и другие вопросы этические, связанные с использованием технологии искусственного интеллекта, они решатся более, ну, более правильно. Спасибо. Спасибо большое, Сергей. И успехов вам в ваших разработках дальнейших. Вы, можно сказать, сейчас все-таки на передовой с вашим решением. Будем надеяться, что вот тот подход, который вы позиционируете, действительно будет применим и на европейском, и на мировом уровне. Спасибо. А теперь я хотела бы передать, перейти уже к той части нашей аудитории, которая находится непосредственно в студии. Мы из онлайна переходим в гибридный формат, и я из онлайна обращаюсь к нашим участникам, к нашим спикерам, которые сейчас находятся непосредственно в технопарке. И хотел бы передать слово Денису Швецову, генеральному директору компании «Доктор Рядом», которая также является резидентом фонда «Сколково». Денис, ваша телемедицинская платформа стала одним из лидеров по венчурным сделкам биотехи в 2020 году в России. Телемедицина и связанные с ней новые сервисы генерируют огромные массивы данных, на которых в том числе базируются технологии искусственного интеллекта. Как безопасно и этично хранить и передавать эти данные? Какой опыт вашей компании? Не могли бы вы с нами поделиться? Да, добрый день. Рад всех видеть. Сегодня здесь такую прекрасную солнечную и теплую погоду. На самом деле существует мнение, что в цифровой медицине много данных, но я бы, честно говоря, сказал, что в цифровой медицине данных сейчас гораздо меньше, чем в обычной оффлайновой медицине. И если говорить об обработке медицинских данных, о защите персональных данных, то, в принципе, фокусы нужно расставлять именно на тех лечебных учреждениях, которые сейчас работают с пациентами в оффлайне, но начинают хранить медицинские данные уже на своих серверах, в облачных серверах начинают их обрабатывать. В принципе, вопрос хранения гораздо более актуален для оффлайновой медицины, нежели чем для дистанционной. Потому что для дистанционной медицины, в принципе, это в ДНК безопасное хранение данных, а вот для оффлайновой медицины это не так естественно, и поэтому наибольшие риски, наверное, я вижу именно там. Если говорить про искусственный интеллект, про обработку медицинских данных, про этику, то наш опыт здесь связан, наверное, с тремя аспектами. Первый был связан с тем, а вообще заниматься или не заниматься искусственным интеллектом в медицине. Мы для себя здесь ответили на этот вопрос примерно так, что мы занимаемся телемедициной не только для того, чтобы на расстоянии врач мог поговорить с пациентом, а для того, чтобы в том числе, с одной стороны, повышать эффективность системы здравоохранения, потому что мы знаем, что врачей недостаточно, а второе, для того, чтобы выравнивать качество оказания медицинской помощи, потому что мы знаем, что существуют примеры врачебных ошибок, бывают врачебные ошибки, которые приводят к летальной ситуации. Мы бы хотели сделать так, чтобы качество медицинской помощи в нашей стране находилось в каком-то таком базовом уровне, и чтобы количество ошибок было минимальным. Второе, мы думали над тем, а как это делать, потому что Сергей про это говорил, делать эти сервисы для пользователей или для врачей, потому что кажется, что если ты сделаешь сервис для пользователей, можно провести некий вау-эффект, поставишь несколько диагнозов, человек сразу начнет переживать и, в общем-то, обратиться за консультацией, и это то, что нужно лечебным учреждениям для того, чтобы они там выполняли свои бизнес-задачи. Мы решили, что такой метод противоречит нашим внутренним нормам, нашим этическим нормам, потому что точность, как уже говорил Сергей, еще не составляет 100%, поэтому мы в процессе разработки своих продуктов ориентировали результаты работы нашего искусственного интеллекта в первую очередь на врачей. У нас есть два направления, в которых мы работаем. Первое – это сбор жалоб для врачей, которые мы проводим в автоматизированном виде и потом передаем врачу в его электронную медицинскую карту, чтобы к тому моменту, когда пациент приходит к врачу на прием, врач уже был знаком с его жалобами, они были правильным образом структурированы, разложены в протоколе приема, и врач тратил меньше времени на сбор жалоб и больше времени тратил на пациента и на лечение. И понятно, что помимо того, что мы умеем собирать жалобы, мы умеем на самом деле ставить диагнозы с определенной долей вероятности, можем дать определенные рекомендации по тактике дальнейшего лечения, но мы этого специально не делаем, оставляя вот это поле работы именно для врача, поскольку именно врач несет ответственность за жизнь и здоровье пациента, и он должен в конечном счете принимать решения. А второе направление, в котором мы работаем, это контроль качества медицинской помощи. Здесь мы тоже могли бы по идее давать данные пациентам, например, того, насколько хорошо или плохо его полечил врач, чего он назначил, чего не назначил, но мы, собственно, тоже здесь эти данные все передаем именно врачу либо человеку, который занимается контролем качества медицинской помощи, для того, чтобы уже специально обученный человек мог внутри провести процедуры, направленные на корректировку работы врача. Надо сказать, что системы эффективно работают, и если говорить про контроль качества, то после его внедрения в лечебное учреждение качество и заполнения медицинской документации и качество рекомендации назначения, которые делают врачи, выросло приблизительно в два раза, потому что, знаете, как вот такой пример, наверное, мы все, многие ездим за рулем по Москве, до тех пор, пока у нас не было камер фиксации нарушений, можно было проскочить, а сейчас проскочить нельзя. Вот камера висит, и все нарушения фиксируют. Вот у нас примерно точно так же. У нас тотальная проверка всех рекомендаций и протоколов приема, и поэтому ни один из них не останется незамеченным. Это, конечно же, стимулирует и дисциплинирует врачей на то, чтобы более внимательно относиться к пациенту, правильно документировать все проблемы, которые есть у пациента и правильно документировать назначение. Еще один этический вопрос, который стоит, он, наверное, в меньшей степени относится к нашей практике и в большей степени носит такой общий характер. Но мы об этом немного уже говорили. Что первично? Первично создавать технологии или делать их максимально безопасными и только потом внедрять? Мне кажется, что здесь нужен, конечно, такой умеренный консервативный подход, потому что нельзя создать технологию, которая будет идеальна и безупречна с самого начала. Это все равно какая-то череда проб и ошибок, которые приходится совершать. Поэтому, на мой взгляд, нужно давать возможности и компаниям, которые занимаются, и технологиям, которые занимаются искусственным интеллектом, внедрять свои практики в жизнь. Но, конечно же, они все должны быть контролируемы, контролируемы в первую очередь врачом, для того, чтобы исключить все эти неточности из системы искусственного интеллекта, которые могут быть на первом этапе и которые могут привести к каким-либо ошибкам. Спасибо. Большое спасибо, Денис. И сейчас я хотела бы перейти к следующему вопросу нашей сессии. 2020 год стал рекордным для биотехнологического сектора по объему капитала и количеству сделок. Мировой объем венчурных инвестиций в биотех вырос на 55% и превысил 17 миллиардов долларов. Российский вырос в 7 раз и по количеству сделок, и по объему достигнув 43 миллионов долларов. Основными драйвами роста в биотехе стали цифровые технологии. И я сейчас хотел бы спросить Дмитрия Аполитова, управляющего директора веб-енчурс. Дмитрий, как вы думаете, не постигнет ли цифровые технологии непростая судьба биотеха в связи с наращиванием регулирования в области медицинской цифры? Или наоборот сбалансированное регулирование будет способствовать снижению инвестиционных рисков, связанных с нетичным обращением медицинских данных? Спасибо. Спасибо большое. Ну, вопрос, конечно, как всегда с двойным дном. А то и с тройным. Ну, потому что венчуринвесторам всегда задают какие-то такие вопросы, в которых следует искать поддон, а то и второй, или третий. Ну, прежде всего, конечно, нет никаких сомнений в том, что лицо индустрии многих меняется сейчас. И лицо, в том числе и медицинской индустрии, тоже оказывается подвергнуто серьезным вызовам. И, скорее всего, будет меняться. Это не в первый раз происходит в истории. Это происходило уже неоднократно. И когда был взрыв фармакологии в начале 20 века. И прежде, когда новые практики прорывные появлялись в 19 и до того. И это, конечно, заставляет всю индустрию как-то по-новому играть и учиться играть и взаимодействовать. Венчурный бизнес, как вы совершенно справедливо говорите, это в первую очередь бизнес. Это значит, что у фондов есть средства, которые они должны с какой-то определенной доходностью инвестировать. Их жизнь, она в другой плоскости немножко пролегает. Они не занимаются спасением людей. Венчурные фонды, прежде всего, занимаются тем, чтобы создавать новые финансовые средства и толкать экономику вперед. Это две большие задачи. И в том числе это то, чем занимаемся мы в Абвенчурс. Занимается в том числе импакт-инвестированием. Вот мне Денис не даст соврать по итогам прошедшего года. Конечно же, поскольку неизбежно с любым инвестированием связаны риски. И каждый раз, когда мы выбираем тот или иной проект, мы делаем ставку. Мы считаем, что что-то должно сработать или не должно сработать. И тоже самое правило применимо и в области инвестирования в биомедицинские технологии. И когда мы это делаем, нам, конечно, важно понимать, куда ведет эта дорога. Очевидно, что в медицине, медицина, наверное, одна из самых значимых с этической точки зрения сфер. Этика важна здесь, как мало где бы то ни было еще. И таким образом она важна и для нас. Но не потому, что непосредственно этика определяет таким-то образом то, как мы инвестируем. Безусловно, мы стремимся все быть людьми, вести себя по-человечески и уважать какие-то общие ценности, которые мы все разделяем. Но дело в том, что в таких новых сферах неопределенных этика выступает провозвестником нормативного регулирования. И то, что мы говорим этически, когда мы определяем какие-то этические нормы, которые управляют нашим поведением, мы тем самым предполагаем, какие правила должны регулировать наши с вами взаимоотношения, какие законы должны из этого появляться, какие ключевые подходы и нормы должны определять наше поведение. И таким образом, в том числе, диктовать то, каким образом венчурные фонды распределяют свои средства. Поэтому для нас, безусловно, наверное, центральной точкой в любом разговоре про инвестирование в искусственный интеллект и биомедицине, просто биомедицинские технологии, всегда является вопрос того, насколько это этично с одной стороны и насколько это будет нормативно отрегулировано с другой. В какую игру мы будем на самом деле играть? Поскольку, как вы наверняка знаете, венчурные инвестиции это не пришел-ушел. Если мы пришли к компании какой-то, мы договорились о том, что мы сотрудничаем, то этот проект вместе мы будем развивать на протяжении какого-то существенного времени. И в медицине, конечно же, эти проекты и в здравоохранении в целом имеют очень длинный цикл. Это не IT, в котором мы пришли, два года просидели и вышли. Это проекты, в которые можно сесть надолго, хорошо и крепко сродниться с компанией, с которой ты работаешь. Поэтому будущее для нас всегда очень важно. И важно оно для нас в самом разном отношении. Единственное, наверное, замечание, которое я сделал, я не знаю, много сегодня, ни с какого сомнения, говорилось о вызовах, которые есть. Мы, поскольку, я представляю в том числе госкорпорацию ВБРФ и ее дочку Веб-Венчурс, мы очень всегда следим за социальными аспектами. И на самом деле, просто я не знаю, говорилось ли сегодня или нет, успели ли коллеги это обсудить. Большая проблема, сопряженная с приходом искусственного интеллекта в медицину и в здравоохранение в целом, состоит в том, что это существенным образом влияет на структуру занятости. И когда мы говорим про продукты вроде Боткина и Ай, и когда мы говорим про решения, которые помогают работать в клинической патологии, например, это все вещи, которые существенным образом изменяют то, какие врачи нужны рынку. Это первый вопрос. И второй момент, на который, наверное, важно было бы обратить внимание, когда мы говорим о больших этических вызовах, это, конечно же, то, что связано с влиянием на уровень квалификации врачей. Потому что мы много говорим о том, что действительно системы носят рекомендательный характер в основном. Они помогают лучше информировать решения клинициста, они помогают ему находить какие-то вещи, которые он мог бы иначе не заметить, повышать точность его работы. Но вместе с тем, любая система поддержки и помощи, она приводит к существенному количеству, ну, мы начинаем на нее полагаться. Мы начинаем меньше рассчитывать на собственные способности и больше опираться на системы, которые нас вытаскивают. И это, в общем, тревожный сигнал отчасти. Я думаю, что индустрия тоже должна будет иметь это в виду в ближайшее время, работая по подготовке новых врачей и создавая новые инструменты и средства для их подготовки и развития. Вот. И будем надеяться, что этих мер окажется достаточно и что мы все войдем в 21 век, имея сильнейшую клиническую медицину. Спасибо большое. Спасибо, Дмитрий. Очень интересная идея. Я просто хотела бы добавить по поводу того, что есть опасения, что искусственный интеллект будет каким-то образом способствовать, так скажем, безработице и низкой занятости врачей. Ну, можно здесь, наверное, отметить, что ВОЗ видит как одну из основных угроз ближайшего десятилетия как раз дефицит специализированных кадров. И мы это тоже наблюдаем в том числе и в России, в ряде регионов, когда отсутствуют действительно профессиональные кадры, которые могли бы качество интерпретировать и имели бы такую возможность те или иные результаты данных, полученных с помощью цифровых методов, в том числе видео и цифровые изображения. Но у нас осталось некоторое время, и я бы сейчас хотела этим воспользоваться и, наверное, адресовать такой вопрос Роберто. Роберто, вы сейчас услышали мнение наших из различных сфер, наших специалистов, как из медицинского сообщества, так и разработчиков, венчурных инвесторов. Скажите, пожалуйста, насколько, как вам сейчас на первый взгляд кажется, мы синхронизированы в вопросах биоэтики. Есть ли какие-то моменты, которые вы уже прошли, то, что мы сегодня обсуждали, и у вас существует уже какой-то сформировавшийся взгляд на те или иные аспекты, которые мы сегодня также обсуждали на сессии? Спасибо. Но это все появилось совсем-совсем недавно. И я рад тому, что мы очень быстро реагируем на эти изменения, разрабатываем этические принципы, рекомендации в свете этих технологических перемен. И мне кажется, что мы постепенно готовимся к этим новым вызовам и работе с ними. За последние несколько лет я могу… Я уже упоминал несколько руководств и сводов этических принципов и работу комитетов, которые работают над этими вопросами. Но здесь я не могу сказать, что все уже решилось, но тем не менее я сохраняю оптимизм. Мы сможем определить эти ключевые этические вопросы, роль человека, мы сможем определить, кто же принимает окончательное решение. И все это должно быть согласие пациента, безусловно, автономность, отсутствие дискриминации, конфиденциальность, потому что здесь работа идет с большими объемами данных. Я думаю, что мы сейчас стоим на верном пути по этим вопросам. Как улавляемый процесс получается из применения искусства или интеллекта? Вы уверены, что не будет такой ситуации, когда мы будем заложниками искусственного интеллекта. Мы с ним сможем справиться. Это большой вопрос, конечно. Ну, увидим, насколько все получится у нас. Мы должны сохранить участие за человеком. И последнее слово – должно оставаться за человеком. И решение должно быть за человеком. Все-таки мы люди, мы должны решать. И пациенты тоже. Да, машины обладают искусственным интеллектом, и они помогают нам. Они помогают нам принимать более правильные решения, принимать более точные решения, помогают улучшить качество здравоохранения. И мне кажется, в этом-то и роль этих инструментов. Сергей Морозов, я как раз обращаюсь к вам. Вы сказали в своем выступлении, что не стоит демонизировать искусственный интеллект. И я так понимаю, в этом смысле Роберта также поддерживает вашу точку зрения. И тем не менее, много разговоров сейчас о сильном искусственном интеллекте, о непрозрачности механизмов принятия решений вот этим уже сложным интеллектом. То, что в будущем, наверное, мы так или иначе с этим столкнемся. Вот ваш личный опыт и ваше, как бы, может быть, предвидение ближайшего пятилетия. Столкнемся ли мы с какими-то именно технологическими сложностями, как медицинское сообщество, используя искусственный интеллект так активно? Спасибо, Наталья. Но пока глобально остается, естественно, нерешенной в мировой перспективе вопрос формирования библиотек датасетов. И, собственно, что является таким каталогом в библиотеке датасетов. МКБ-10, как принцип каталогизации датасетов, не совсем подходит, потому что врач далеко не всегда в клинической практике может сразу поставить диагноз и закодировать по МКБ очень много промежуточных этапов. Значит, должна быть какая-то внутренняя семиотика. В лучевой диагностике активно развиваются всевозможные стандарты RETS, BIERETS, PIRETS, LIERETS, как такая мета или прокси-диагностика, суррогатные критерии диагнозов, которые позволяют кодифицировать единообразно промежуточные стадии. И пока нет ни одного подхода в мире по действительно стандартизации подготовки датасетов для оценки алгоритмов и их в том числе тренировки. С точки зрения, очень хорошая у нас пошла дискуссия на тему перспективы замены людей. Есть книги прекрасного Кайфу Ли, который говорит, что 15% рабочих мест будет потеряно из-за искусственного интеллекта. Медицина постоянно прибавляет в объеме медицинской помощи. И в этом смысле как раз проблема существует уже отставания ресурса врачей от потребностей медицинской системы. Но решением сейчас является совершенно не искусственный интеллект, а является телемедицина. И формирование всевозможных экспертных дистанционных центров, как у Дениса Швецова, консультации врачей, как у ЮНИМ по патоморфологии, как у нас, у других коллег по лучевой диагностике и так далее, по ЭКГ и всевозможным видам исследований, нужны дистанционные экспертные центры. Это дает прирост эффективности где-то в два раза, как минимум. То есть врач в два раза меньше тратит времени на описание исследования. Искусственный интеллект к этому добавляет, но еще в лучшем случае, 5-10%. Интересен пример компании ВИЗ-AI в США, которая знаменита разработкой искусственного интеллекта для выявления гематомы и сообщения об этом врачу. Но, как показала практика, самое-то главное в этом продукте не искусственный интеллект, хотя без него это, конечно, невозможно. Но самое главное у них это мессенджер для общения врачей с рентгенологами и как раз отправки вот этих усиленных картинок. Оказалось, что это вносит больший вклад в повышение скорости постановки диагноза. Так что далеко не искусственный интеллект рулит этими процессами повышения эффективности. Спасибо большое. Коллеги, у нас время подошло нашей сессии к концу. Я хотела бы поблагодарить всех спикеров и без привлечения можно сказать, что мы стоим на пороге новой эры в медицине. И только все вместе в сотрудничестве между медицинским сообществом, разработчиками, регуляторами и бизнесом мы сможем создать безопасную систему применения искусственного интеллекта в медицине. Успехов нам всем в этой сложной, но безгранично интересной задаче. Еще раз спасибо и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...